Привет зритель! Сейчас тебя ждет обзор моей парфюмерии на май. У нас еще апрель, так что я вполне себе успеваю. Короче, у меня тут есть интересные духи, мне их когда-то задарили. Я подозреваю, что их делала Россия, но я не в курсе, как звали ту фирму русскую. Но есть вообще какая-то русская фирма, у нее много разветвлений, и вот я думаю, что это та самая фирма. Название, которое я не помню. Это у нас туалетная вода, скорее всего. Они 19СП, какой-то знак даже интересный, под таким вот, вот таким, я не знаю, там увидится или нет. Короче, это очень удобный флакончик, удобно держать в руке. И он пахнет сиренью. Я на днях вот доставала духи, думала, что бы вот на мать такое заюзать. И вот внезапно эта сирень у меня очень пошла. Как раз вот должна уже скоро, наверное, в мае эта сирень будет. Потому что сейчас вот на сирене эти почечки набухают. Лепесточечки, в смысле, вот листочечки будут появляться. Почечки листочков сейчас на сирене у нас. Кручу, классные, хорошие духи. Я не помню, какие они по стойкости. Мне их подарили, ну, может, не то, чтобы лет 5 назад, но года 4 назад точно. Я их редко пользовала, но именно, мне кажется, вот где-то на весну, где-то, возможно, в мае. Так, я снова их беру. Они у меня то юзаются, то не юзаются. Это Айвен Лав, туалетная вода. Пахнет мандарином и ванилью. У меня что-то, по ходу дела, вся ваниль в чистом виде закончилась. И вот осталась только такая ваниль мандариновая. Нежненькие такие, легонькие. По-моему, они нифига не стойкие. Ну, может, часа на 2, на 3 их как-то хватает. Но, в принципе, это туалетная вода, что-то не ожидать еще. Так, это у нас была Айвен. Сейчас у меня будут... По ходу дела у меня тут 3, даже 4 штуки от Айвен. Вот это подарок от подписчицы Лёли из Тюмени. Это Little Black Dress Weekend Айвен. Мне нравится аромат, но я не могу передать, чем пахнет. Я думаю, кто знает вот этот уикенд от Little Black Dress от Айвен, маленькое черное платье выходного дня, то поймете. Вот сейчас мне чувствуются даже нотки какого-то унисексового аромата. Но тоже такой легкий, весенний, неудушающий. В смысле, на легкую, теплую весеннюю погоду вполне пойдет. Буду с удовольствием ими пользоваться в мае. Спасибо, Лёля, за подарок. Вот они. Это у нас 3 духи. Тоже подарок от подписчицы Лёли. Это у нас Incadence Lotus. Лотос. У меня 3 таких флакончиков. Flame. Синенький, не помню, как его звать. И вот этот. Мне кажется, все 3 у меня от Лёли. Ну, я не помню, может быть, красный не от неё. Если не от тебя, то, да, и знать, в комментах. Если от тебя, то, значит, все 3 от тебя. Я тут его достала, приснула на себя. И так вот, ну, на рукав кофты, которую обычно на себя тут одеваю. Ну, этот анорак свой. И что-то так к вечеру сижу, печатаю. И у нас же так классно пахнет. Думаю, что хоть такое классно пахнет. Понюхала и понимаю, что от этого рукава пахнет. И я, значит, достала эти духи. Думаю, пусть они будут у меня на май. Я думаю, что, наверное, пахнет лотосом. Конечно, не тем самым лотосом, вот как вот у меня было, допустим, эфирное масло лотоса именно для аромаламп. Более такой тяжеленький, обволакивающий, с местами мягкий аромат. Ну, такой, скажем, утонченный лотос, удобный флакончик. Красивый розовый цвет. В руку вкладывается. Мне кажется, что он всё-таки стойкий, потому что довольно долго он у меня на кофте держался. И мне кажется, что он до сих пор ещё слегка держится. Такой вроде как желтоватенький. Я вот сейчас на него смотрю. Но у меня как бы снимаю уже поздно вечером. При свете петеламп. Мне кажется, что у нас как-то они даже второй день у меня более тускло светятся. Может, это мне просто так кажется. Ну, в общем, вот. Мне кажется, что он немножко желтоватым отдаёт. Я вот только сейчас заметила. Очень классный такой аромат. Спасибо, Лёлечке. Вам его мая юзать. И ещё один у меня аромат тоже от Эйвана и тоже от Лёли. Из Тюменя. Которая. Это не духи, но я впервые пользуюсь вообще спреем для тела от Эйвана. Я всегда как-то их... Ну, как бы я думала, что это какая-то романтическая вода, которая вот прыснешь и ничего на тебе не останется. Я тут что-то как-то его в апреле месяца, который ещё не закончился, прыснула. Прыснула чисто так вот на руки, там на спину, как-то вокруг себя. И слушайте, он у меня практически вот там где-то попал на одежду, вот на волосы. Он у меня чуть больше суток держался на мне. Вообще очень классный аромат. Мне так понравился. У меня был такой гель для душа. Он будет в пустых баночках за апрель. Это у нас сочный гранат и манго. Вот с жёлтым цветом. Ну да, это лосьон-спрей для тела, освежающий. 100 мл. Эйвен Нейчерлс. Такой классный аромат. Я сначала его хотела взять на май. Потом думаю, может быть взять на май на уход. Потом подумала, что на май на уход это всё-таки более как вот... Я его восприняла как именно духи такие, туалетная вода. В таком флаконе 100 мл. Я решила, что он у меня будет на майские ароматы. И он мне что-то так вот даже перекрёстывается как-то с лотосом этого инкаденсов. Вот как-то они вот роднятся. И я что-то даже у него практически влюбилась. Я сейчас усиленно пытаюсь доюзать одни духи, потому что они как бы на апрель были заявлены. Но рука так и тянется к этому спрею. Вот реально не ожидала, что эти спреи от Эйвен вот такие стойкие и действительно классные. Спасибо Лёлечке, спасибо Эйвен, что они такое делают. И последний аромат у меня идёт от Ифраше. Это вообще конкретно такие духи концентрированные внезапно. Обычно такой аромат как бы на тёплое время года. Но есть у Ифраше вот чисто для меня уникальные такие ароматы на любое время года. Как, допустим, цветочного диска. Но это не оно. Это Экстракт де парфюм. Comme une Evidence. Вот такой вот. Я помню, его покупала что-то за 1700 рублей. У меня, короче, был бонус, я до сих пор помню, 700 рублей. На него была скидка 700 рублей. И он мне обошёлся в 1700 рублей уже в итоге и за скидку, и за бонус. Тут было 30 миллилитров. Но мне сейчас кажется, тут уже... Ну, в общем, наверное, одна треть осталась. А вот я уже не помню, когда я его покупала. Вела ли я тогда канал. Или не вела. Но тут, наверное, где-то должна быть... Возможно, дата нет. Тут дата нету. Тут просто, что 30 миллилитров. Парфюм Ифраше, Франция, 5-6-2-0. П409. Мне очень хотелось флакончик Эвиденса именно вот с таким вот. С такой штучкой. И у него так-то Эвиденс, он как бы очень стойкий. Там одного пшика хватит вам на день, на одежде там на месяц или так. Вообще на трое суток. Если даже вот гелем для душа вы моетесь, всё равно трое суток он с вами остаётся. А этот-то тут вообще буквально одного пшика тоже и очень такой насыщенный, хороший аромат. Отличный аромат. Можно ему целую воду отнести. Пудровый такой аромат. Нежный. Вот внезапно я его так открыла и поняла, что он внезапно очень подойдёт на май. Вот на конец апреля, когда вот у нас сегодня довольно тепло было. Хотя потом дождь пошёл. Вот именно такой весенний аромат. Не знаю, как он будет на мне открываться на улице. Я не удивлюсь, если он вдруг у меня будет открываться на улице, как снятость Ифрашевская и Риснуар. Или, ну как вот практически все последние ванильные воды, которые я юзала, на себе, они мне открывались именно как и Риснуар, или вот как отголоски. И Ифрашевского, опять же, эликсира Буассенсуэль. Эликсира чувственности. Ну, вот чисто я прыснула немножко даже. Вот нос к нему подносите, вы-то не поднесёте. Но если у вас он есть, то поднесёте. И ощущается очень приятный аромат. Но я вообще люблю Эвиденс. Так что вот у меня такие ароматы на май. Это в основном туалетные воды от Эйвен. Какая-то неведомая русская туалетка. Даже спрейт до тела. И парфюм-экстракт. Сто процентный. Ну, не то, что считается как бы масляные духи. Тут реально концентрат такой. Я даже не знаю, как его назвать. Но вот элитка такая от Ифраше. Если у вас что-то из такого есть. Или вы планируете на май использовать. Дайте знать в комментах. Приятно знать, что кто-то пользуется тем же, что я. Всем спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok